Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Lancer 208 10 кузов Что нам понадобится? Набор накидных ключей В принципе Может даже не понадобится, 14 надо Домкрат Поднять машину Отвертка Надо видеть непосредственно сами колодки Взяли корейские Сказали неплохие Вот новые Это по желанию Чтобы легче было поднимать Набор букс В принципе здесь тоже понадобится только 14 Необходимо Снять вот эту крышечку Открыть Где находится тормозное масло Чтобы ослабить давление в системе Чтобы масло свободно поднялось Когда мы будем давить на поршень Снимаем Для этого нужны бокорезы Да Начинаем Пока машина стоит Мы еще машину не приподнимали Так, ну, лучше Поднимаем машину Используем буксу на 21 Значит, необходимо Снять нижний винт Букса на 14 Пошло Сняли нижний винт Теперь мы можем поднять суппорт Необходимо снять только нижний винт И он с легкостью поднимается Опа Опа, открылся Видимо Старые колодки Извлекаем их Внутренняя колодка Видим, что она стерлась Здесь посередине должен быть такая прорезь Которая специально для отвода пыли Пыли, грязи разной Ее уже нету Необходимо снять тоже вот этот клипсик такой И переставить его на новой колодке Снимаем наружную колодку Старую Необходимо вернуть поршень на свое место Он как бы вышел Видно даже, насколько он вышел Ну, миллиметров на 8-10 Он необходимо до конца, до упора Вернуть Чем-нибудь давим Молотком Такой штучкой, в принципе, не важно Да, ну, он идет Все Наверное, все Ушел до конца Переходим к установке новых колодок Вот этот вот клипсик необходимо вернуть Вернули этот клипс на место Какую точно роль он играет здесь, я не знаю Пусть будет Вот тут, кстати, видим эту прорезь по центру Да Которая отводит всю грязь, пыль Может, воду, не знаю Возвращаем тормозную колодку, новую Сначала верхнюю часть Между двух таких прорезей И нижнюю Просто придавливаем ее Больше ничего не надо Вот она стоит Теперь наружную тормозную колодку Также в ней имеется прорезь Для отвода пыли и грязи Воды Отогнуть это И вставляем ее таким образом Большим диаметром Здесь большой диаметр внутренний Маленький Наружу К нам Вот так И теперь с помощью Простоой плоской отвертки Подделаем Эти вот клипсы Круглые пины должны встать Внутри есть Специальные отверстия для них Чтобы никуда не убежала Колодка Не ушла Также видим Что с легкостью Все садится На свои пины Отлично сидит Ничего не шатается Как по маслу Одеваем суппорт Обратно на место Вот он Свободно заходит За счет того Что мы Задавили поршень назад На свое место Если мы это бы не сделали Мы бы никогда не посадили бы Суппорт На свое место И возвращаем Болт Нижний винт Болт На место Главное что он попал В эту резиночку Четко Вот он зашел Да Четко зашел Используем Такой инструмент Хитрый Ну и затянем на силу Немножко Все Хватит Да Возвращаем колесо На место Да Закончили работу Возвращаем крышечку На место Заводим машину И прокачиваем тормоза Завели Прокачали Чтоб цилиндр вышел На свое место Колодки поставил Давай Жми Ставим лайк Подписываемся на канал Субтитры создавал DimaTorzok